Приветствую вас! Первое, с чего бы мне хотелось, наверное, начать, это то, что вы, ну, как-то знаете, уж слишком боитесь обидеть. То есть мужчина у вас обидится может и как-то все время вы думаете, что он обидится на вас, то есть этот страх обиды, он присутствует и, в общем, ну, на мой взгляд, не дает вам спокойно жить. Откуда этот страх кого-то обидит и что за этим стоит, это, наверное, первое, на что мне хочется обратить ваше внимание. Дальше. Я познакомилась с мужчиной. Где, как, по поводу чего. Мы долго общались, насколько долго. Подружились и я поняла, что начала влюбляться в него. Я ему намекнул и понял, что я люблю. Смотрите, какая здесь ситуация не очень хорошая. Вы говорите, что вы начали влюбляться. Это, в общем и целом, здорово, что вы начали влюбляться в человека, ну, я, по крайней мере, считаю, что это очень здорово. Вот. Ну, во-первых, как ваша влюблённость проявляла себя? То есть, вот вы говорите, что я начала влюбляться. Ну, хорошо, хорошо. Если вы начали влюбляться в человека, то, наверное, это должно было бы как-то менять именно ваше поведение. То есть, ваше отношение к нему, к мужчине стало другим. Но как именно оно стало другим? Что именно в нём стало другим в вашем поведении к нему? Как именно вы стали его воспринимать? Что вам, например, хотелось для него делать? Что вам, например, теперь нужно? Какие у вас теперь, например, желания? Какие у вас теперь потребности и так далее? Важный ли это момент? Да, конечно. Момент этот очень важный. Если вы говорите, что вы начали в него влюбляться, то это можно понимать так, что вам стало хотеться больше, например, для него чего-то делать. Но если вы чувствуете, что в действительности вам стало... В действительности вы хотите или хотели, может быть, больше от него получать, то есть, вы почувствовали, что стали в нём, например, нуждаться больше, то это, простите, не совсем влюблённость. То есть, может быть, это и имеет отношение к влюблённости, но чистой влюблённостью, чистым чувством не является. Это скорее такое, знаете, чувство влюблённости, действительно влюблённости, но связанное при этом ещё и с потребностной сферой какой-то. Какое, естественно, сказать достаточно сложно, потому что о вас информации очень мало. Но я полагаю, если какие-то желания есть, то их обязательно нужно разобрать, рассмотреть, чтобы они вам не портили жизнь и не вносили... Чтобы они не вносили беспорядок в то, чем вы занимаетесь и то, как вы обращаетесь со своим мужчиной, как вы с ним взаимодействуете, дабы его, например, ну, допустим, не отпугнуть, не оттолкнуть и так далее. Я уверен, что вы этого не хотели бы для себя и для него тоже. Дальше. Следующий важный момент касается того, что мужчина, по вашему мнению, значит, понял, что вы его любите, хотя вы ему намекнули. Я не очень знаком, конечно, с ситуацией, я не знаю деталей, но мой опыт в лице науки, психологии, знаний о ней говорит, что мужчины крайне редко что-либо понимают, значит, ну, в виде намеков. Вот крайне редко мужчины понимают что-либо в качестве намеков. И то, что вы говорите, что мужчина понял ваш намек, на мой взгляд, всего лишь является тем, что вы для себя решили, что он понял ваш намек. А вот понял ли он ваш намек на самом деле, было и есть под большим вопросом, то есть понял ли он, что вы его любите. Следующее. Почему вы не сказали, что вы действительно его любите? Почему вы вращаетесь намеками? Чего вы боитесь и чего вы ожидаете от мужчины? Но есть у вас чувства, если вы считаете, что в этих чувствах нужно признаться, это вопрос скорее морали, а не психологии, то признаетесь в этих чувствах. Правда, необходимо визуализировать последствия обязательно, чтобы не обмануться в ожиданиях, ибо разочарование в этих делах подчас очень страшно бывает. Вот. То есть если вы испытываете к человеку чувства, то нет ничего плохого в том, если вы ему в этих чувствах признаете. Или есть. Или есть, и вы считаете, что это плохо. Если да, то почему? Чем плохо? Короче говоря, вопрос можно свести к тому, что вы не сказали мужчине прямо о том, что вы его любите, а намекнули. И говорите, что он понял, что вы его любите. То есть вы сделали намек и утверждаете, что человек ваш намек понял на основании чего, если честно, не совсем понятно. После этой моей откровенности, о моих чувствах к нему, то есть вы считаете, что намек это откровенность. Он замолчал, стал меньше уделять мне внимания, говорить, что он не обиден и все хорошо. Здесь два момента. Во-первых, то, что мужчина замолчал, говорит о том, что он либо адаптируется к новым реалиям, то есть он пытается адаптироваться к тому, что узнал, пытается понять, как ему себя вести и что делать. Собственно говоря, потому что, вполне вероятно, он не ожидал, ну просто не ожидал того, что вы испытываете чувства к нему. Вот. Это такой момент. Значит, либо мужчина не готов действительно брать ответственность за ваши отношения и, в частности, за вас лично. Лично это, конечно, очень неприятно, но, к сожалению, вполне возможно. То есть такая позиция, она вполне возможна. Еще раз повторю, это неприятно, но это может быть. Мужчина не готов брать ответственность за вас, за ваши отношения, в принципе. Ну вот. Значит, либо мужчина просто думает, что вы не серьезный и он вас не понял. Он вас не понял и считает, что вы как-то, ну если вы и посутили, то посутили вы как-то, ну мягко говоря, не очень. С этой точки зрения следует переоценить, пересмотреть то, насколько вы все-таки ясно выразились в мужчине относительно своих чувств. Вот. Потому что, ну, опять же, я повторю, да, что намерки мужчины понимают не так хорошо, как хотелось бы. Дальше. Вы говорите, что он обижен. То есть вы говорите, что вот он мне сам, значит, сказал, что не обижен и так далее. Вопрос. Ага. Ну, у меня вопрос. А на что обижаться? Это вы ему так предоставили информацию? То есть вы его спросили так, мол, не обижаешь ли ты на меня? Что он вам сказал? Что я не обижаюсь и все хорошо? Или что? То есть вот здесь, здесь не совсем понятно. Понимаете? Обижаться здесь абсолютно не на что. Это однозначно. То есть вы ничего обидного не сказали, не сделали, просто признали своих чувств. Другое дело, что мужчина может подняться давление на себя с вашей стороны. И как некоторые мужчины могут подумать, что вы пытаетесь, ну, например, его окольцевать, охомутать и прочее, прочее, прочее. Что, в общем, не есть хорошо и так далее, но обижаться здесь точно нечему. Вот. То есть очень важный момент, как вы эту тему понимали, кто был ее инициатором и так далее. Очевидно, что у вас были ожидания от этого признания. Очевидно, что вы хотели чего-то от этого, ну, от этого признания своего. И вопрос в том, что, потому что, если признание у вас чистое, то никаких ожиданий у вас нет. Вы просто признали, просто чтобы знали, чтобы человек знал, и сами как бы дальше живете своей жизнью, как жили. Как себя, как мне быть? Он не выходит у меня из головы, как мне сейчас вести себя с ним? Ну, во-первых, то, что он выходит, не выходит у вас из головы, это совсем, ну, совсем иная, скажем так. Как проблема. Что-то он не выходит у вас из головы. То, что он не выходит у вас из головы, это результат, скорее, ваших, опять же, желаний. Это не, это не его ответственность. Понимаете, да? Это не ответственность мужчины, что он не выходит у вас из головы. И это нужно, это нужно хорошо понимать. Что мужчина, каким бы он ни был, и какими бы ни были ваши к нему чувства, он все-таки самостоятельный человек. Ну, мужчина, да? Он самостоятельный человек. И то, что он делает, и то, что делаете вы, это ответственность каждого из вас. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь нужно все-таки постараться вам взять на себя ответственность за то, что он не выходит у вас из головы, и понять. Постараться понять, что за этим стоит. Что стоит за тем, что он не выходит у вас из головы. Ну, может быть, какие-то желания за этим стоят, может быть, какие-то потребности за этим стоят, может быть, еще что-то. Здесь нужно очень четко и однозначно для себя все решить. Дальше, если какие-то желания идут от вас, то ваше желание необходимо идентифицировать и адекватно реализовать. Потому что, еще раз повторяю, мужчина не несет ответственности за то, чего хотите вы. И, соответственно, может не оправдывать ваши ожидания совершенно спокойно. Ну, а вы, естественно, будете из-за этого страдать. Далее, отвечая на ваш вопрос по поводу того, как себя вести, и вести себя нужно с ним неправным. То есть, вы все, что могли сделали, вы дали мужчине все, как бы, карты, ну, отдали ему все карты. Так называемые, да, точно говорят, карты в руки. Вот, вы все это сделали. То есть, тут больше, как бы, сделать вы ничего не можете. Теперь мужчина либо примет вас, и либо будет с вами, ну, сближаться. Либо он вас не примет, и, соответственно, сближаться с вами он не будет. То есть, вариантов здесь, на самом деле, очень много, на самом деле. Вот, и вам, что важно, желательно быть готовым к любому варианту, каким бы он ни был. Понимаете? Потому что, варианты могут быть, может быть много. Мужчина не признавался вам в ответной симпатии. Кстати, а что он вам ответил? На то, что вы, ну, что вы влюблены в него? Непонятно. Вот. Вести себя нужно так, чтобы не унижаться и не принижать себя. Потому что, ну, вы рискуете выйти, вот, по этому пути, идете вы по этому пути. Вот это вот не нужно, на самом деле. Ничего хорошего из этого не получится. Далее, опять же, заметьте, вы говорите, что, если я, значит, значит, сейчас я зачитаю даже это, оставить, значит, его в покое, если оставлю, и тоже буду молчать, вдруг обижу его. Смотрите, вы все время боитесь обидеть его. Вот, как вы думаете, с чем это связано? Как вы думаете, чем, чем вы можете реально обидеть человека? И если он обидится на вас, что это значит? Насколько вы уверены в себе? И, значит, последний вопрос, который вам, над которым вам нужно подумать, по моему мнению, это такой вопрос. Поскольку намек о влюбленности соответствует вашей модели женского поведения, которое вы продвигаете? Если вы взяли инициативу, грубо говоря, и теперь вы эту инициативу, грубо говоря, воплотили в жизнь, то вы не считаете, что имеет смысл продолжать в том же духе? То есть, будьте более уверены в себе, быть более активны, может быть, ну, действительно не ждать его, понимаете? То есть, ситуация складывается именно так. Вы же признались ему в любви, а теперь как будто сами испугались того, что сделали. А признавались тогда зачем? Понимаю, понимаете? Чего хотели от признания? Это важный момент, очень важный, если вы хотите понять, что с вами происходит. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. На всякий случай, хотел бы сказать, что вам не нужно на мужчину сейчас словить, что вы могли бы сделали. Позвольте мужчине самому принять решение, а вам нужно быть не готовым к любому из этих решений. И уже сейчас вы можете размышлять над тем, что будет, что произойдёт, если он, например, не захочет с вами быть. Ну, грубо говоря, в течение, например, недели или двух недель он не будет проявлять никаких знаков внимания, что вы будете делать тогда. Предлагаю вам рассмотреть именно эту позицию. На этом ещё раз всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!